рынок изменчив и не всегда нам удается предугадать его изменения и если мы предугадываем то конечно же мы можем из этого извлечь прибыль и я последнее время это делал я получал я показывал вам тут я 30 тысяч заработал тут еще 30 тысяч я поднимаюсь там на конкурсе но все меняется и сейчас рынок меня немножечко обманул и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий но что я могу сказать что рынок меня немножечко подвел в последнее время в предыдущих видео я вам рассказал о том как я зарабатывал на срочном рынке и своими опционными стратегиями я участвую в личном чемпионате и значит тут в чемпионате лучший частный инвестор и я поднимаюсь там очень достаточно быстро так сказать первую десятку вошел достаточно уверенно я заработал сначала 30 тысяч рублей это был большой успех потому что я предугадал в общем сказать там положение рынка тенденции все и я зафиксировал эту прибыль я рассказывал потом я после того как зафиксировал эту прибыль смотрю и думал а почему бы мне ее не увеличить и вроде бы все логично и все получается и я беру меняю свою опционную стратегию и на то что она должна мне принести еще больше прибыли еще там 30 или 40 тысяч ну там максимум было до 110 но она начала приносить прибыль она начала приносить прибыль там еще 30 тысяч и по-моему там где-то я на 30 или на 40 тысячах еще плюс остановился таким образом я заработал где-то в районе там 60 тысяч я там хожу там уже буквально в пятерку лучших на конкурсе лучший частный инвестор в котором однако в районе 1800 человек участвует я в первой четверке вообще так вот ну что дальше дальше я решил немножечко не рисковать и в среду я начал закрывать позиции еще до экспирации потому что во время экспирации очень часто бывает очень резкие колебания но их нафиг вот и я начал фиксировать позиции я начал фиксировать прибыль я ее зафиксировал и я там на каком-то там шестом месте на конкурсе с прибылью там больше 70 процентов с 19 сентября и я стал смотреть и рассуждать на посту зафиксировал смотрите я зашел на сайт но в данном случае трейдинг вы увидите я посмотрел как ведет себя индекс ртс вот он рос я зафиксировал здесь свою прибыль потому что нафиг вдруг он будет еще расти а потом я подумал посмотрите я провел вот такую линию это технический анализ чисто здесь четырехчасовой вот график вы видите да таймфрейм четырехчасовой и четко прослеживается вот такой вот канал нисходящий канал по индексу ртс то есть индекс ртс находится в нисходящем канале и это вполне логично потому что посмотрите новости о коронавирусе лучше не становятся угроза 2 ну то есть вторая волна в полном разгаре угроза второго закрытия экономик вообще вот она на лицо в америке выборы и кажется трамп не фаворе скажем так то есть он немножечко уступает байдену а байден за повышение налогов и соответственно индекс s&p 500 тоже должен немножечко сдуться потому что да потому что он раздут необычайно вот потом что еще какие факторы ну еще против россии всякие там санкции замышляются о захо подтвердила что навального все-таки отравили но хорошая новость о том что вещество которое удалось ну практически идентифицировать не входит в списке запрещенного химического оружия то есть санкции будут персональные и достаточно точечные вот но что еще есть и я читаю новости о том что минфин размещает новые облигации спешном порядке почему потому что есть вероятность того что ну не смогут больше разместить потому что кризис и побыстрее побыстрее это размещение оказалось удачным вот этот всплеск индекса ртс он связан с этим то есть я жду дальше падение по индексу ртс давайте посмотрим я ждал падение вот я перенес в квик вот этот самый канал вот он красненьким да я смотрю ну где то вот так вот он не должен пробить а как происходит выход из канала а выход из канала происходит пробитием и вот он смотри смотрите вот а может быть я ошибся а может быть канал завершается и дальше идет вот смотрите вот если мы посмотрим на мой желтенький прямоугольник очень похоже на то что он переходит либо в боковичок либо вообще к росту дело в том что индекс s&p 500 вот он тоже вот так вот остановился и вчера вечером бабах вверх с чего вдруг непонятно но трамп он непредсказуемый он сказал что к выборам индекс s&p 500 пробьет все мыслимые рекорды и судя по всему он этого добьется в аккурат к выборам но потом в общем сказать трамп срезка резко проиграет и будет кричать что вот посмотрите из-за этого байдена все как бы происходит то есть ничего хорошего я в ближайшее время особенно не жду думаю что будет волатильность и вот посмотрите я по-прежнему настроен на падение индекса ртс и у меня очень жесткая такая жесткий настрой медвежий посмотрите на падение кто понимает понимают выпускники курса по опционам минус 1956 дельта это очень серьезно вот процент использования go 84 42 я его я сейчас слежу вот за этим чтобы он не зашкалил за сто процентов недавно он был 95 я вот здесь вот немножечко значит было минус 4 стала минус 6 и здесь было минус 48 по моему ну то есть короче говоря я немножечко уменьшил этот диапазон здесь было вообще больше 20 23 по моему минус 23 вот посмотрите как обстоят ситуация вот это вот планочка которая мы видим она соответствует вот этому желтому прямоугольничку то есть смотрите если индекс ртс останется вот в этом диапазоне то то у меня будет убыток ну в районе 23000 к тем убыткам которые уже есть ну то есть хороший убыток будет но на на не зря этот это опционные стратегии то есть смотрите давайте посмотрим еще раз вот сюда и и и вот так вот посмотрите вот здесь вот у меня вот она вот зеленая планочка это сто семнадцать тысяч пятьсот ну казалось бы может конечно индекс ртс превысить эту планку тут кажется по графику в общем сказать ну во первых ничего удивительного не будет но когда это произойдет когда рубль резко укрепиться вы видите стимула для укрепления рубля то есть скорее он упадет вот посмотрите он уже укрепился вот он вот значит рубль падал доллар вы разда потом значит рубль укрепился потом снова пошел и и и сейчас вот он снова на уровне ну как бы поддержки и ну есть шанс что рубль пойдет вот немножечко сюда до семидесяти восьми а это значит что индекс ртс на немножечко опустится первое второе значит нефть нефти повышалась повышалась она уже пошла немножечко вниз потому что но там да сейчас ураган в мексике он ослабнет да сейчас забастовка в норвегии и ну я надеюсь что как немножечко прекратится во первых во вторых она уже вся в рынке вот ну единственное значит есть опасность что на ближнем востоке трамп что-нибудь там учудит и нефть скакнет ну тогда тогда индекс ртс может вырасти но с другой стороны индекс ртс санкции новые какие-нибудь не дадут вырасти и поэтому поэтому ну есть неопределенность некоторая но я надеюсь что индекс ртс опустится вот сюда если он опустится до 13000 давайте помечтаем до 13000 то у меня будет плюс 55 780 если он это сделать прямо сегодня ну а если не сегодня но я буду смотреть когда он будет вот сюда уйдет и будет разворачиваться вверх тогда я буду фиксировать здесь прибыль то есть я буду вот эти опционы которые у меня куплены 50 штук со страйком 112 500 как только будет разворачиваться индекс вверх я вот эти 50 штук продаю и вот на этом месте у меня должно стоять минус 50 то есть аж два раза продам а вот эти вот вот здесь вот у меня будет стоять сейчас у меня минус 6 и за счет этого у меня вот такая позиция здесь будет соответственно но сбалансировано что-то то есть минус 50 но и разницу я положу себе ну давайте я немножечко покажу как примерно это будет выглядеть вот если я сейчас 50 вот эти вот убью то будет примерно вот так 30 плюс 32 тысячи и если я эти 50 не просто убью а сделаю вот так то есть шорт ну очень грубо это очень-очень грубо ой вот так вот это очень-очень грубо будет но примерно вот так вот в районе ну и как я и сказал да в районе плюс 50 тысяч рублей я должен зафиксировать ну в общем вот такая история как все это будет развиваться будем смотреть по моему здесь не всем так текущая позиция так вот здесь да put минус 47 текущая сейчас секундочку я исправлю так и вот это вот добавить давайте добавим нет вот это вот редактировать здесь мы поставим шорт окей да будет вот примерно вот да вот вот то что я хотел нарисовать вот будет примерно вот такая позиция плюс 56 тысяч ну а загадывать не будем посмотрим что будет я надеюсь что индекс ртс упадет и кажется он уже начал это делать вот только что у меня здесь было минус 34 4 тысячи уже минус 10 вы видите то есть ситуация явно пошла на поправку настроение улучшается и давайте еще посмотрим как обстоят дела у меня на конкурсе лучший частный инвестор на бирже естественно мое положение очень резко ухудшилось вот 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 я был на максимуме семьдесят четыре процента с девятнадцатого сентября сейчас у меня пятьдесят четыре процента что в принципе тоже неплохой результат как я и говорил что я хочу остаться на в первой сотне и пока я это выполняю сейчас лучший частный инвестор на срочном рынке я на девятом месте давайте посмотрим общий список вот в общем списке да вот он я на девятом месте пятьдесят четыре шестьдесят девятое место это первая десятка это уже по-любому хорошо и давайте посмотрим на первое место посмотрите сто шесть процентов если совсем недавно на первых местах были люди там за 200 процентов за 300 на то сейчас уже сто шесть девяносто один то есть люди которые на первых местах они очень-очень-очень сильно рискуют я рискую несколько меньше хотя тоже рискую и поэтому я постепенно поднимаюсь вверх потому что цель не потому что цель не до достичь вершину вот так вот его я на вершине и тут же рухнуть нет цель отнюдь не такая цель прийти первым к финишу это совсем другая цель и здесь уже как на марафоне побеждают выносливые терпеливые и те кто грамотно распределяет свои силы ну и конечно удача не в последнюю очередь вот посмотрите совсем недавно злой тролль был очень грозный противник посмотрите вот он был на вершине двести четыре процента где он сейчас семьдесят пять процентов да он выше меня еще но тем не менее это я показываю как люди рискуют для того чтобы добиться первого места он действительно рискует если вы помните в моем первом выпуске о лучший частный инвестор на первом месте был карма там было 300 процентов вот давайте посмотрим где он сейчас его положение минус 22 процента давайте посмотрим вот вот так вот люди это огромный просто огромный риск он построил я смотрел call spread вот такой и значит он угадал движение он взлетел до 300 процентов вот они двести девяносто девять восемьдесят девять потом значит удача его покинула и вот к экспирации он пришел с результатом минус 22 процента ну можно сказать герой на час вот и так сейчас секундочку давайте вернемся к нему у у него по-прежнему смотрим ртс 112 500 110 тысяч 68 минус 59 позиция полностью аналогично моей примерно сказать но не полностью а примерно потому что но давайте посмотрим давайте в чем отличие посмотрите позиция карма вот вот здесь вот абсолютно аналогично он пойдет вверх но если индекс ртс не докатится сюда то он потеряет все свои деньги которые вложены в эту позицию у меня позиция симметрично у меня есть еще правое крыло у него нет правого крыла у него чисто 0 правое крыло давайте я оставлю сейчас правое крыло свое вот она правое крыло посмотрите если позиция пойдет вниз то правое крыло правое крыло мне добавит шестнадцать тысяч шестьсот к моему выигрышу он эти шестнадцать шестьсот пренебрег и поставил все на рост посмотрим ну кто окажется прав все таки я считаю что надо делать так чтобы ну ограничивать риски вот у меня риск ограничен до минус там 13000 пока я тут с вами рассказывал уже ситуация еще немножечко улучшилась потому что индекс ртс падает вот сейчас поставьте пожалуйста лайк на сегодня все спасибо за внимание с вами был демитков юрий оставайтесь на моем канале